Добрый день! Ежегодно 10 ноября в нашей стране отмечают свой профессиональный праздник те, кто служат в полиции. И сегодня, в преддверии 10 ноября, мы представляем вашему вниманию исторический час «Полиция России. Три века на службе закону». Ну, вообще, нужно сказать, что мы немножко, конечно, будем говорить преимущественно про, опять же, три века, 18, 19 и 20. Но нужно сказать, что историки, которые пишут об истории полиции, начинают ее историю даже несколько раньше. А именно, речь идет о последних годах правления московского князя Иоанна III. И, соответственно, первый его указ, указ 1504 года, по которому он повелел установить в Москве рогатки. Ну, вот так они примерно выглядели. Рогатки ограждали улицы, служили границами между районов, и они, собственно говоря, устанавливались на ночь. А при рогатках, соответственно, была стража, которая следила за порядком. В основном это было, опять же, все в ночное время. Стражи это содержалось за счет тех налогов, которые платили сами жители Москвы. Для чего, собственно, это было нужно? Москва стала столицей крупного, по сути, государства, крупнейшего на тот момент уже в Европе, московского княжества. Городом достаточно богатым. Поэтому вокруг Москвы любили пошаливать лихие люди. Да и в самой Москве часто по ночам бывали разбои, грабежи, кражи. Это стало делом вполне обычным. И, в общем-то, Иоанн III решил взяться за дело серьезно и основательно. Конечно, сил, чтобы установить правоохранительный служб по всей территории княжества у него не было. Но, по крайней мере, за порядком в самой Москве все-таки следили. Ну и, соответственно, также следующим указом в этом же году Иоанн III запретил ночью ходить по городу без освещения. То есть, любой, если выходящий в экстренных случаях ночью на улицу, должен был брать обязательно с собой факел и освещать дорогу. Ну, а далее, соответственно, политику продолжил его внук, первый русский царь Иоанн IV, который, соответственно, учредил разъезды вокруг Москвы, который, соответственно, выслеживал, ловили лихих людей. Ну и, соответственно, главная его деятельность, 1571 год, Иоанн IV утверждает разбойный приказ. Это был специализированный орган, который, соответственно, именно занимался борьбой с преступностью. Ну и, соответственно, более 100 лет он просуществовал до тех пор, пока в 1687 году дела разбойного приказа не были переданы в земский приказ. Ну и, соответственно, вот можно упомянуть цикл произведений такого детективного характера. Писатель Андрей Пасняков написал цикл повестей детективных разбойный приказ, где служащие его времена Иоанна IV борются с преступностью. Там, конечно, фигурирует и сам Иоанн IV в этих рассказах, как мудрый правитель, который озабочен поддержанием правопорядка в своих землях. Ну и, соответственно, далее следующий этап – это деятельность Алексея Михайловича Романова. В 1649 году он подписывает наказ до городского благочиния касающейся, где поручает двум людям, их имена сохранились, это Иван Новиков и Викула Панов, организовать в Москве команды. Это были специальные команды, соответственно, которые состояли, значит, набирались один человек от 10 дворов с рогатинами, топорами и водоливными трубами. Команды эти должны были заниматься поддержанием пожарной безопасности и наряду с этим поддержанием порядка. То есть они выполняли функции, как говорится, и полиции, и пожарной охраны. Ну, а, соответственно, чуть позже, в времена Алексея Михайловича формируются вот эти земские ярышки, как их называли. Появились они чуть раньше, появился устав их службы. Ну и, соответственно, земские ярышки – это такие, своего рода, полицейские службы 16-18 веков. Носили они, соответственно, либо красные, либо зеленые кафтаны с буквами «З» и «Я» – земский ярышка. Ну и, соответственно, в 1669 году распоряжением того же Алексея Михайловича в составе разбойного приказа появилось отделение сыска, которое занималось конкретно следственными действиями. Ну и, соответственно, далее история вообще, когда появился термин «полиция», это, соответственно, Петр Первый. Ну, во-первых, Петр Первый начал с того, что, как мы знаем, после подавления стрелецких бунтов Петр Первый расформировал в столице, в Москве, стрелецкие полки. Но стрельцы в реальности никуда и не исчезли. Они упоминались еще около ста лет в различных родных документах до конца XVIII века. Стрельцов Петр Первый разослал по разного рода отдаленным городам, где они в основном выполнялись функцией охраны правопорядка. То есть они патрулировали улицы, ну, особо, так сказать, рьяных нарушителей порядка периодически били батагами, дабы неповадно было порядок нарушать. То есть, в общем, в основном они занимались около ста лет, стрельцы, вот, так сказать, тем, чем занимается полиция общественной безопасности. Ну и, соответственно, 1718 год, почему эта дата, от нее часто идет отсчет, это указ Петра Первого об учреждении главной полиции. Вот так примерно выглядел рядовой сотрудник полиции первой четверти XVIII века. Ну и, соответственно, это были уже службы, которые в основном изначально были в крупных городах. То есть речь шла, конечно, о Санкт-Петербурге и Москве. Затем постепенно полицейские службы учреждались и в более небольших городах. Ну и, соответственно, личность очень известная в истории полиции. Это первый руководитель главной полиции, наш петербургский оберполицмейстер Антон Мануилович Девиер. Ну и, соответственно, он был генерал-полицмейстером. Также в его подчинение оказалось 4 офицера и 36 нижних чинов. Но Петербург только строился, он был городом достаточно небольшим по сравнению с нынешним. И, в принципе, такого количества хватало людей. Ну и, соответственно, они поддержали порядок в городе, занимались мощением улиц, уборкой мусора, кстати, в том числе. Ну и также организовали по распоряжению двери, например, в Петербурге большое количество разных скамеек, где жители города могли присесть и отдохнуть, например. То есть занимались самыми разными вещами. То есть и поддержание чистоты в городе, и порядка занимались полицейские. Ну и по старой традиции, если возникали пожары, их также тушили полицейские. То есть работы этим людям, в общем-то, хватало. Ну а также, соответственно, Девиер распоряжился на перекрестках улиц ставить специальные будки, которые следили. Так появились специальные полицейские чины-будочники, которые были в России вплоть до революции 1917 года. Ну и, соответственно, Антон Девиер действительно очень много сделал. Также, кстати, он установил в городе и первые масляные, а затем появились уже керосиновые фонари для освещения в ночное время. И так далее, и так далее, и так далее. Ну а в 1722 году учредилась должность и оберполицмейстера в Москве. Ну а, соответственно, продолжила дело своего дяди, его племянница Анна Иоанновна, которая около 11 лет была у нас на российском престоле. В 1733 году она издала указ об учреждении полиции в городах. Наряду с Петербургом и Москвой в 23 крупных городах империи появились полицейские. Ну и, кстати, полиция распоряжением Анны Иоанновны получила и судебные функции. Она могла выносить и решения по преступлению, приговаривать к различным наказаниям, в том числе лишению свободы. То есть выполняла функции полиции и судов. Ну а если брать еще из людей, которые проявили себя на полицейской службе, это, безусловно, Николай Андреевич Корф, который много лет возглавлял полицейские службы вплоть до своей смерти в 1766 году. Он проявил себя в период переворота 1762 года, когда Екатерина II приходила к власти. Он не только присягнул новой императрице, но и обеспечил в условиях вот этого некого хаоса порядок и борьбу с преступностью. Ну и, соответственно, далее проводились различные реформы. Если мы берем, например, Екатерину II, то, например, при ней полицейские органы появились в сельском месте, появились специальные соцские и десятские из крестьян. Соответственно, по губернской реформе в городах вводилась должность городничего, то есть человек, который ведал административно полицейской службы, и все городничие назначались специально сенатом. Ну, а в 1782 году появился устав благочиня или устав полицейский, когда во всех губерниях появились полицмейстеры, городничие, соответственно, в уездах, квартальные в городах и так далее. То есть Екатерина II сделала так, что полицейская служба распространилась на все города, и уже к концу 18 века в правлении Павла I ликвидируются последние отряды стрельцов, и они уже окончательно замещаются полицейскими службами. Ну, и еще один человек, без которого историю полиции нельзя представить, это был Николай Петрович Архаров, который начинал службу в полиции Петербурга, затем много лет был московским оберполицмейстером, оттуда же пошло в народе прозвище полицейских архаровцы. Надо сказать, что Архаров очень серьезно поставил работу, и под ведомственными учреждениями уровень преступности был крайне низкий. Архаров занимался делом добротно, основательно, и полицейские у него работали, что называется, не за страх, а за совесть. И, соответственно, Екатерина II, это, наверное, если берем 18 век, это один из самых низких вообще в Европе уровней преступности, один из самых высоких уровней поимки преступников и раскрываемости преступлений. Ну, а далее, соответственно, при Александре I полиция изначально была передана в ведение Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, ну, и затем, соответственно, с 1811 по 1819 год некоторое время действовало Министерство полиции, ему пришлось очень много, кстати, поработать в период войны 1812 года, там была нагрузка, полицейские занимались и вывозом имущества из городов, оставляемых и занимаемых французами, и занимались работой там с теми же партизанскими отрядами и охраной порядка на территориях, где восстанавливалась российская власть. В общем, там дел у них, конечно, хватало. Но Министерство полиции, здесь говорится о том, что его бессменным руководителем был Сергей Кузьмич Вязьмитинов, который был генерал-губернатором Петербурга. Ну, и говорится, что сколько бесполезных жертв, подозрений было бы в Петербурге, если бы не опытность и человеколюбие Вязьмитинову. Многих из тех, кто подозревался в связях с французами и прочее, разобрались объективно и не наказывали. Ну, и, соответственно, также он был известен как музыкант-любитель и автор либретто «Ряд популярных опер», тоже человек, без которого историю полиции представить и нельзя. Ну, и далее, соответственно, деятельность Николая I, который создал первым положение оземской полиции, соответственно, в уезды дворянам выбирался земский исправник, которым подчинялись становые приставы, а также крестьяне, государственные крестьяне в тех территориях выбирали сами сотских, десятских и тысячских, которые следили за порядком в сельской местности, то есть полицейские службы распространились на всю империю. Ну, и, соответственно, в 1862 году уже Александр II проводит реформу полиции, когда появились уездные и городские полицейские управления. Ну, и, соответственно, также с 60-х годов еще учреждение отделений сыскной полиции при всех управлениях. Ну, и полиция уже к началу 20-х века была, во-первых, в большинстве городов, а, во-вторых, и органы сыска были везде. Ну, и, соответственно, также упоминается первый руководитель сыскного отделения Петербургской полиции, это Иван Дмитриевич Путилин, который, как считается, был мастером полицейских, он был мастером переодеваний, наблюдений, он же придумал активно внедрять своих сотрудников в банды для их раскрытия. В общем, жизнь Ивана Дмитриевича Путилина вполне могла бы быть сюжетом для массы детективных произведений. И, кстати, до революции сняли когда-то немой черно-белый фильм «Сонька, золотая ручка», где как раз главным героем был Путилин, который раскрывал деятельность этой банды. Ну, и, соответственно, также был учрежден институт полицейских урядников, ну, и, соответственно, с 1880-й год началась деятельность департамента полиции. То есть, при Александре II развитие полицейских служб продолжалось. Ну, вот так, например, выглядел в начале 20 века представитель уездной полицейской стражи, которая действовала с 1903 года, нижней чины. Многие, кстати, и рядовые чины, и офицеры вот этой уездной полицейской стражи пострадали, были убиты в период революции 1905-1907 годов. Там, кстати, когда изучаешь, например, краеведческий материал, там тоже находишь ряд интересных моментов, но можно, например, сказать, что первые добровольные общества со стороны горожан, которые помогали полиции, ну, что-то вроде там советских дружин, появились еще во второй половине 19 века, например, в Гаврилов Посаде, в нашем нынешнем городе Ивановской области. И там действительно часть горожан в добровольном порядке патрулировала улицы, ходила и помогала полицейским. А если мы берем, кстати, период революции 1905-1907 годов, там впервые появляется, собственно, понятие милиция. Речь идет о нашем городе Иваново-Вознесенск, где, соответственно, первый совет, который 72 дня удерживал власть в городе, по сути, учредил отряды милиции рабочие, которые должны были ходить и следить за порядком в городе. Возглавлял их Иван Никитичуткин, который также имел партийную кличку Станка, в честь которого у нас, соответственно, нынешнем городе Иваново назначены две улицы, это улица Станка и улица Уткина. И, собственно, вот эта история, когда деятельность именно первую упоминает слово «милиция», которым мы позже столкнемся. Но пока до революции у нас были полицейские службы, ну и, соответственно, один из тех, кто занимался вопросами полицейских служб, был Петр Аркадьевич Столыпин. И 9 января он, соответственно, утвердил инструкцию чинам сыскных отделений, и, соответственно, в каждом сыскном отделении появились четыре подразделения стола. Это, соответственно, стол личного задержания, стол розысков, стол наблюдения и справочно-регистрационное бюро. А также Столыпин впервые распорядился открыть курсы специальные для подготовки случаев сыскных отделений, где они знакомились с азами сыскного дела. Ну и, соответственно, в 1913 году Швейцарский международный союз криминалистов официально признал русскую сыскную полицию на тот момент лучшей в Европе по раскрываемости преступлений. И полиция работала очень и очень эффективно. Далее, соответственно, в 1917 год происходит падение монархии. И вот 17 апреля 1917 года постановлением временного правительства учреждается народная милиция. Снова по аналогии с 1905 годом возникает слово милиция. Соответственно, милиция подчинялась земским и городским общественным управлениям. Ну и, соответственно, появились отряды рабочей милиции, которые очень быстро пришли под контроль советов рабочих депутатов. А вот это интересная фотография, которая показывает, как в апреле и мае 1917 года добровольцы записываются на службу в народную милицию. То есть брали туда добровольцев. Ну, единственное, там важно было проверить, если человек сам не имел проблем с законом. То есть брали всех и, соответственно, сдавались органы милиции, которые работали и в центре, и на местах. Ну, а далее, соответственно, события, связанные с Октябрьской революцией. И буквально через несколько дней, отсюда, кстати, и дата 10 ноября, и все время в советское время отмечалось День милиции, декрет 10 ноября 1917 года, когда, соответственно, декрет о формировании рабочей христианской милиции, подчинявшейся МВД. Ну и, соответственно, создавались отделы с апреля 1918 года под отделы милиции при исполкомах местных советов, а с августа 1918 года в составе Народного комиссариата внутренних дел создается управление советской рабочей христианской милиции. И вот человек, который стоял у истоков формирования советской милиции, Андрей Мартынович Дижбет, он, соответственно, несколько лет возглавлял это управление рабочей христианской милиции, затем еще несколько лет работал в органах ВЧК до ухода на пенсию. Ну и, соответственно, в 1920 году ЦИК и СНК утверждают положение о рабочей христианской милиции. Милиция имела ряд направлений, то есть это была городская, уездная, железнодорожная, водная милиция, плюс отдельно была служба уголовного розыска. А в 1926 году, например, возникли комиссии общественного порядка в Ленинграде. Это были те же народные дружины, активисты, которые боролись с хулиганами. С 1929 года общество содействия милиции. Ну и, соответственно, далее появились ряд подразделений, например, в 1931 год это были ОРУДы, отделы по регулированию уличного движения, а в 1936 году госавтоинспекция ГАИ. Ну и, соответственно, с 1937 года отделы по борьбе с хищениями и спекуляцией, знаменитые ОБХСС. Ну и, соответственно, советская милиция очень много снимали, много фотографий. Вот одно из фотографий, где сотрудники милиции на фоне новеньких машин, которые поступают с мигалками в распоряжение. Ну, государство заботился обеспечением всем необходимым сотрудникам милиции, в том числе и транспортом, машинами, мотоциклами и так далее. Сложный период, конечно, был, как у всего советского народа, у милиции в годы Великой Отечественной войны. Здесь, соответственно, многие милиционеры участвовали в обороне Москвы и Ленинграда. Занимались, многие, кто узнал, например, основы борьбы, там, самбль, рукопашный бой, занимались подготовкой диверсионных групп, соответственно. Также, соответственно, полицейские, участвовавшие в работе систем, были на военном положении. Вот. И, соответственно, служба составляла по 12 часов, и находились они на казарменном положении, отпуска были отменены. В общем, это непростое время, но советские милиционеры его с честью выдержали. Если кому-то эта тема интересна, то два года назад, к 105-летию советской милиции, мы записывали лекцию советской милиции в годы Великой Отечественной войны. Ее можно посмотреть на нашем сайте, на наших каналах на Рутубе и Ютубе. То есть, в принципе, если кому-то интересно, можете к этой теме обратиться. Вот. Ну, а, соответственно, далее в составе милиции было много. Ну, вот, например, так выглядела где-то в 60-е, 70-е годы машина ГАИ Государственной автоинспекции. То есть, советская милиция имела ряд разветвленных подразделений и достаточно эффективно работала по всей стране. Ну, и вот дальше, что было такого интересного еще с деятельностью милиции? Во-первых, нужно обратиться к дате 2 марта 1959 года, когда Центральный комитет КПСС, Совет Министров утвердили постановление об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране. Это о создании добровольных народных дружин, которые ходили по улицам, и, соответственно, давался значок дружинника. Ну, дружинники имели разные льготы, в частности там они получали отпуска, получали, например, иногда какие-то путевки, ну, и так далее. То есть, там были какие-то определенные привилегии. Но, в общем, это движение дружинников, оно распространялось, и, в общем-то, многие-многие этим занимались. Ну, и, соответственно, с 1967 года советскую милицию впервые, например, перевели на работу пятидневную, с двумя выходными, поскольку раньше у милиционеров был всего один выходной день. Ну, и, соответственно, еще был ряд подразделений, например, подразделение СОБРа, который, соответственно, отряд милиции специального назначения ВВД по Москве. И вот это подразделение существует в составе с 1978 года. Или, например, отряды милиции особого назначения ОМОНы, которые официально утверждены с 1988 года. То есть, тут нужно сказать, что службы укреплялись и постоянно появлялось нечто новое. Ну, и опять же, если говорить о том, что было, это, например, вот такие вот мото-патрули. Ну, здесь мы, кстати, еще один такой момент возьмем. Это образ сотрудника полиции и милиции в различных фильмах. Ну, об этом можно было, конечно, и отдельную тему рассказать. Но, значит, помимо того, что мы упоминали фильмы Сонька, Золотая ручка, есть еще ряд фильмов. Ну, можно, например, вспомнить книгу или фильм, например, снятый по ней «Преступление и наказание», например, Достоевского, где появляется герой Порфирий Петрович, который, не имея доказательств, тем не менее, оказывая психологическое давление, вынуждает-таки преступника Раскольникова сознаться в своих преступлениях и действует умерло. Этот персонаж несколько в тени главных героев, но он такой тоже достаточно любопытный. Ну, и, конечно, многочисленные советские милиционеры, то есть, например, милиционеры в фильме «Дело Румянцева», который раскрывает преступление и доказывает фактически «Невиновность главного героя». Милиционеры исполняли Олега Ефремова в фильме «Берегись автомобиля», который в свободное службе время играет в любительских спектаклях. Группа милиционеров из фильма «Джентльмены удачи». Вот этот фильм, это показывает нам сотрудника госавтоинспекции из фильма «Королева бензоколонки», который часто на эту бензоколонку соответственно заезжает. Это такая роль второго плана, но достаточно тоже интересная. Можно вспомнить, например, ряд фильмов эпохи перестройки, где появляются сотрудники милиции, например, «Криминальный квартет», «Дураки умирают по пятницам» или фильм «Штемп», где главный герой майор Ершов из Мура больше похож на героев американских боевиков, но это как раз снимали где-то в 1990-1991 год, и это было делом обычным. Или, например, фильм «Ко мне Мухтар» о собаке, служащей в полиции. Ну и, в общем, много или классические эпизоды, такие как «Трактир на пятнице», «Место встречи заменить нельзя» и, конечно, сериал «Рожденная революция», где показывается история советской милиции. В общем, в искусстве этого всего хватало. Ну и, говоря еще о подразделении полиции, вот мы говорили о мото-патрулях, конечно, надо вспомнить еще и конную милицию, которая существует, собственно, конные подразделения в полицейской службе и сейчас. Ну, это вот, кстати, эпизод 1919 год в Уфе, в Башкирской ССР, в установке гражданской войны, вот, учреждается конная милиция, которая храняла порядок в городах. Ну и, конечно, нужно сказать, что наряду с фильмами, то, что общественные с фотографиями, сотрудники милиции советской попадали в произведение живописи. Ну, можно вспомнить, например, плакат со стихами Маяковского «Моя милиция меня бережет». Вот, можно вспомнить, например, из песен, какие-то песни, посещенные сотрудникам милиции. самое, наверное, известное, это песня «Незримый бой», сочиненная Марком Минковым и Анатолием Гороховым. Ну, а в живописи интересно, вот, пожалуй, в завершении наших слайдов одну такую картину. Александр Юркин, ныне, насколько я понимаю, здравствующий еще художник, родившийся в 1931 году, он вообще в советское время в основном был мастером вот такого бытового жанра, изображением сцен быта. И вот, в 1978 году появляется картина Юркина «Серьезный разговор». Вероятнее всего, женщина на этой фотографии это сотрудник отдела по делам несовершеннолетних и детских комнат милиции, которая проводит вот такую профилактическую беседу с юными правонарушителями. Ну, эти женщины, кстати, в основном работали в этих отделениях, они выходили и в школы, и в учреждения профобразования, проводили профилактические беседы, воспитывали правонарушителей, проводили вот такую очень серьезную педагогическую работу. И здесь вот это запечатлено на картине Александра Юркина. Ну, а в завершение еще хотелось бы сказать вам о книгах, которые у нас есть. и соответственно, здесь у нас прежде всего книга, посвященная трехсотлетию образования регулярной штатной полиции. книга издательства МИГ 2009 года, она называется «Святое дело Родине служить», и написана она Вячеславом Викторовичем Индейкиным. Вот, книга очень интересная, поскольку она содержит очерк, соответственно, о том, как проходило развитие полиции в нашем городе, в Иваново-Вознесенске, здесь начинает полицейских служб до советской милиции, она может быть всем нашим кривеном, тоже весьма и весьма интересна. Ну, и еще одна книга, которая в фондах нашей библиотеки, которая вышла в Москве в издательстве «Инфра-М» 2016 год, ее написал Маков Михаил Анатольевич, который у нас является полковником МВД, кандидатом юридических наук и членом Российского исторического общества. Более 12 лет службы в органах полиции было посещено работе в органах дознания. И вот Маков Михаил Анатольевич занялся вот этим вопросом. Он написал историю дознания полиции России. То есть взял одно из направлений работы, работу дознавателей и очень хорошо, так серьезно, с привлечением большого количества источников все это описал. Ну, а в заключении хотел бы сказать, что да, так получается, что органы полиции насчитывают более трех десятилетий. Они, соответственно, начинались как полиция императорской России, и затем был этап советской и послесоветской милиции. И в 2011 году по реформе вернулось дореволюционное название полиции. И сегодня органы полиции продолжают свою нелегкую работу по охране правопорядка в нашей стране. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...